Часть 4, глава 1. Библейское предание говорит, что отсутствие труда, праздность, было условием блаженства первого человека до его падения. Любовь к праздности осталась та же и в падшем человеке. Но проклятие все тяготеет над человеком, и не только потому, что мы в поте лица должны снискивать хлеб свой, но потому, что по нравственным свойствам своим мы не можем быть праздны и спокойны. Тайный голос говорит, что мы должны быть виновны за то, что праздны. Ежели бы мог человек найти состояние, в котором бы он, будучи праздным, чувствовал бы себя полезным и исполняющим свой долг, он бы нашел одну сторону первобытного блаженства. В обязательной и безупречной праздности пользуется целое сословие, сословие военное. В этой-то обязательной и безупречной праздности состояла и будет состоять главная привлекательность военной службы. Николай Ростов испытывал вполне это блаженство. После 1807 года, продолжая служить в Павлоградском полку, в котором он уже командовал эскадроном, принятым от Денисова. Ростов сделался загрубелым, добрым малым, которого московские знакомые нашли бы несколько дурного тона, но который был любим и уважаем товарищами, подчиненными и начальством, и который был доволен своею жизнью. В последнее время, то есть в 1809 году, он чаще в письмах из дому находил сетование матери на то, что дела расстраиваются хуже и хуже, и что пора бы ему приехать домой, обрадовать и успокоить стариков-родителей. Читая эти письма, Николай испытывал страх, что хотят вывести его из той среды, в которую он, оградив себя от всей житейской путаницы, жил тихо и спокойно. Он чувствовал, что рано или поздно придется опять вступить в этот омут жизни с расстройствами и поправлениями дел, с учетами управляющих, ссорами, интригами, связями с обществом, с любовью Сони и обещанием ей. Все это было страшно, трудно, запутанно, и он отвечал на письма матери холодными классическими письмами, начинавшимися «милая матушка» и кончавшимися «ваш послушный сын», умалчивая о том, когда он намерен приехать. В 1810 году он получил письма родных, в которых извещали его о помолвке Наташи с Балконским и о том, что свадьба будет через год, потому что старый князь не согласен. Это письмо огорчило, оскорбило Николая. Во-первых, ему жалко было потерять из дома Наташу, которую он любил больше всех из семьи. Во-вторых, он с своей гусарской точки зрения жалел о том, что его не было при этом, потому что он бы показал этому Балконскому, что совсем не такая большая честь родство с ним, и что, ежели он любит Наташу, то может обойтись и без разрешения сумасбродного отца. Минуту он колебался, не попроситься ли в отпуск, чтобы увидеть Наташу невестой. Но тут подошли маневры, пришли соображения о Соне, о путанице, и Николай опять отложил. Но весной того же года он получил письмо матери, написавшей тайно от графа, и письмо это убедило его ехать. Она писала, что ежели Николай не приедет и не возьмется за дело, то все имение пойдет с молотка, и все пойдут по миру. Граф так слаб, так вверился Митеньке и так добр, и так все его обманывают, что все идет хуже и хуже. «Ради Бога, умоляю тебя, приезжай сейчас же, ежели ты не хочешь сделать меня и все твое семейство несчастными», – писала графиня. Письмо это подействовало на Николая. У него был тот здравый смысл посредственностей, который показывал ему, что было должно. Теперь должно было ехать, если не в отставку, то в отпуск. Почему надо было ехать, он не знал. Но, выспавшись после обеда, он велел оседлать серого Марса, давно неезженного и страшно злого жеребца, и, вернувшись на взмыленном жеребце домой, объявил Лаврушке, лакей Денисова остался у Ростова, и пришедшим вечером товарищем, что подает в отпуск и едет домой. Как не трудно и странно было ему думать, что он уедет и не узнает из штаба того, что особенно интересно было ему, произведен ли он будет в Ротмистры или получит Анну за последние маневры. Как не странно было думать, что он так и уедет, не продав графу Голуховскому тройку соврасых, которых польский граф торговал у него, и которых Ростов на пари бил, что продаст за две тысячи, как не непонятно казалось, что без него будет тот бал, который гусары должны были дать панне Пшаздецкой, в пику уланам, давшим бал своей панне Баржазовской. Он знал, что надо ехать из этого ясного, хорошего мира куда-то туда, где все было вздор и путаница. Через неделю вышел отпуск. Гусары, товарищи не только по полку, но и по бригаде, дали обед Ростову, стоившись с головы по пятнадцати рублей подписки. Играли две музыки, пели два хора-песенников. Ростов плясал трепака с майором Басовым, пьяные офицеры качали, обнимали и уронили Ростова. Солдаты третьего эскадрона еще раз качали его и кричали «Ура!». Потом Ростова положили в сани и проводили до первой станции. До половины дороги, как это всегда бывает от Кременчуга до Киева, все мысли Ростова были еще назади, в эскадроне. Но, перевалившись за половину, уже он начал забывать тройку соврасых, своего вахмистра и пани Баржазовскую. И беспокойно начал спрашивать себя о том, что и как он найдет в отрадном. Чем ближе он подъезжал, тем сильнее, гораздо сильнее, как будто нравственное чувство было подчинено тому же закону притяжения обратно к квадратам расстояний. Он думал о своем доме. На последней перед отрадным станции дал ямщику три рубля на водку и, как мальчик, задыхаясь, вбежал на крыльцо дома. После восторгов встречи и после того странного чувства неудовлетворения в сравнении с тем, чего ожидаешь, все тоже, к чему же я так торопился, Николай стал вживаться в свой старый мир дома. Отец и мать были те же, они только немного постарели. Новое в них было какое-то беспокойство, и иногда несогласие, которого не бывало прежде и которое, как скоро узнал Николай, происходило от дурного положения дел. Соне был уже двадцатый год. Она уже становилась хорошеть, ничего не обещала больше того, что в ней было. Но и этого было достаточно. Она вся дышала счастьем и любовью с тех пор, как приехал Николай. И верная, непоколебимая любовь этой девушки радостно действовала на него. Петя и Наташа больше всех удивили Николая. Петя был уже большой, тринадцатилетний, красивый, весело и умно шаловливый мальчик, у которого уже ломался голос. На Наташу Николай долго удивлялся и смеялся, глядя на нее. — Совсем не та, — говорил он. — Что ж, подурнила? — Напротив, но важность какая-то. — Княгиня? — сказал он ей шепотом. — Да, 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 — радостно говорила Наташа. Наташа рассказала ему свой роман с князем Андреем, его приезд в отрадное и показала его последнее письмо. — Что ж, ты рад? — спрашивал Наташа. — Я так теперь спокойно, счастливо. — Очень рад, — отвечал Николай. — Он отличный человек. — Что ж, ты очень влюблена. — Как тебе сказать, — отвечала Наташа. — Я была влюблена в Бориса, в учителя, в Денисова, но это совсем не то. Мне покойно, твердо. Я знаю, что лучше его не бывает людей. И так мне спокойно, хорошо теперь. — Совсем не так, как прежде. Николай выразил Наташе свое неудовольствие в том, что свадьба была отложена на год. Но Наташа с ожесточением напустилась на брата, доказывая ему, что это не могло быть иначе, что дурно бы было вступать в семью против воли отца, что она сама этого хотела. — Ты совсем, совсем не понимаешь, — говорила она. Николай замолчал и согласился с нею. Брат часто удивлялся, глядя на нее. Совсем не было похоже, что она была влюбленная невеста в разлуки своим женихом. Она была равна, спокойна, весела совершенно по-прежнему. Николая это удивляло и даже заставляло недоверчиво смотреть на сватовство Балконского. Он не верил в то, что ее судьба уже решена, тем более, что он не видал с нею князя Андрея. Ему все казалось, что что-нибудь не то в этом предполагаемом браке. Зачем отсрочка? Зачем не обручились? Думал он. Разговорившись раз с матерью о сестре, он, к удивлению своему и удовольствию отчасти, нашел, что мать точно так же в глубине души иногда недоверчиво смотрела на этот брак. Вот пишет, говорила она, показывая сыну письмо князя Андрея с тем затаенным чувством недоброжелательства, которое всегда есть у матери против будущего супружеского счастья дочери. Пишет, что не приедет раньше декабря. Какое же это дело может задержать его? Верно, болезнь. Здоровье слабое очень. Ты не говори, Наташа. Ты не смотри, что она весела, а это уж последнее девичье время доживает. А я знаю, что с ней делается всякий раз, как письма его получает. А, впрочем, Бог даст, все и хорошо будет, заключала она всякий раз. Он отличный человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok